Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Александр Абойшев и вы зашли на новое видео. Сегодня у нас видео в таком еще более старом формате, в котором начиналась история этого канала. Это видео обзоры каких-то гаджетов. Сегодня я бы хотел рассказать про новые гаджеты, которые будут помогать мне с командой снимать видео, которыми мы будем радовать вас. Итак, первый гаджет на сегодня это у нас появился наконец стабилизатор. Да, казалось бы, такая простая вещь, у нас ее не было. И хотелось бы сказать спасибо моим родителям, которые решили сделать такой погончик. Поэтому очень приятно. Это вторая версия, это DJI Osmo Mobile 2. И я вам сейчас расскажу, почему я ее выбрал как самую-самую нужную для нас. И почему не выбрали, которые там были новее, потому что уже есть Osmo 6-го поколения. Почему выбрали именно эту. Итак, во-первых, давайте начнем с того, что цена. Вот этот сейчас стоит цена-качество, новый стоит в районе 10 тысяч рублей. И за эти деньги мы получаем достаточно хороший, хороший, добротный стабилизатор. Потому что я посмотрел огромное количество разных китайских копий, которые выглядят примерно так же. И даже некоторые вообще одинаково. И при этом, при этом, я не уверен, насколько они будут качественно работать. Здесь я понимаю, что это все-таки DJI, это бренд. И как минимум, ну, он должен работать неплохо. Приятно, что он в такой находится мягкой, как это, в мягком пенопласте. То есть, у него такая коробочка. То есть, мы открываем, и у нас здесь стабилизатор, провод и инструкция, которая написана Osmo Mobile 2. И инструкция есть на русском языке. Да, кстати, здесь много разных языков. И русский есть, технические характеристики. Все. То есть, как бы, это очень даже неплохо. Дальше здесь лежит провод. Сам стабилизатор у нас заряжается от microUSB. То есть, тогда еще Type-C сильно популярен не был. Поэтому снимается, он заряжается от microUSB. Батареечка здесь стоит в самом стабилизаторе 2600 мАч. А его вес около 500 грамм. 485 грамм он весит. И, честно говоря, ощущается в руке достаточно приятно. То есть, он не очень тяжелый, но не очень легкий. То есть, мы его ощущаем. Это хорошо. Это дает какую-то уверенность такую при съемке. Сразу бы хотел сказать, с какими трудностями я встретился, когда только его купил. Во-первых, приложение. Официально приложение DJI GO, через которое происходит управление этим стабилизатором. То есть, управление этим стабилизатором происходит через то же самое приложение, через которое управляются коптеры от компании DJI. Проблема в том, что они ушли из России, и это приложение теперь очень сложно скачать. То есть, его можно скачать... Мне повезло, потому что оно у меня было уже установлено. Если бы оно не было установлено, я не знаю, как я бы его качал. Вот. И это, конечно, естественно, минус. Первое, что я... Кстати, хотелось бы, да, тоже здесь сказать про инструкцию. То есть, как бы много-много всего. Здесь рассказывается, конечно, как им пользоваться, все дела. Но самое-самое хорошее я увидел. Это поначалу уже в приложении, когда вы начинаете его подключать. Вам там все очень наглядно и подробно объясняется. Также у стабилизатора снизу есть такая металлическая штука, которая позволяет подключить ножки. Ну, то есть, поставить его на... Как это? На стабилизацию... Ну, не на стабилизацию, как она называется. Короче, зафиксировать его и сделать из него штатив. У нас этих ножек нет, но у меня есть от первого поколения Осмо. Есть такой, как это... Ну, типа док-станции, куда он вставляется, крепко держится. И при этом, то есть, позволяет снимать какие-нибудь красивые видео, например, там, таймлапсы, все вот в таком ключе. Коробка, в принципе, больше не нужна. То есть, мы ее забираем. Здесь, я говорю, ничего интересного нет. У меня, кстати, провод лежит на джибеле от вот этой колонки, потому что я с тобой таскаю именно эти провода. Итак, вот мы взяли стабилизатор. Первое, что мы хотим, это, естественно, вставить телефон, потому что мы же взяли его, чтобы снимать. Телефоны влезают абсолютно любые, начиная с каких-нибудь очень маленьких, заканчивая больших. Единственное, для того, чтобы батарейка не разряжалась очень быстро, то есть, как нам объяснили, нужно, если телефон тяжелый и большой, нужно как бы подальше его вот так вот выдвинуть. И тогда, как бы, у стабилизатора будет не такая сильная нагрузка, и он спокойненько заработает. Теперь я попрошу поднять поближе, чтобы было видно саму рукоятку. Рукоятка у нас состоит из вот таких вот трех кнопок. Первая кнопка – это включение и автоматической стабилизации. То есть, если даже у вас нет приложения, стабилизатор будет стабилизировать. Это если работа без приложения, но не будет никаких классных функций. Вторая кнопка с красной точкой – это уже управление идет, то есть, начать записывать видео – это уже работа в приложении. И вот это, я думал, это динамик или что-то типа этого записывать звук. Нет, нифига подобного. Это у нас можно его вот так поворачивать вправо-влево и вниз, вверх, то есть, поднимать, опускать, что тоже делает моменты съемки достаточно комфортнее. Здесь сбоку находится вот такой вот рычажок, который, если вы работаете через приложение, он позволяет приближать и отдалять объекты через камеру, то есть, уже, ну, это работает через приложение. То есть, там в приложении определенная камера открывается. Вот. Честно говоря, вот когда он вот в такой конфигурации, его очень приятно держать, видно уже, что он уже начинает, то есть, отрабатывать, любые какие-то колебания, и, то есть, неважно, как мы крутим, то есть, он все это очень неплохо даже уже справляется, это уже видно, что он, ну, делать все очень плавно. Также понравилось, что он может работать как пауэрбанк. В нем в самом есть USB-шник сзади. То есть, если у меня телефон, допустим, на съемках начал разряжаться, я могу подключить его сюда и просто заряжать его параллельно съемке. Ну, это, конечно же, удобно. Конечно, это удобно. Также, что хотел сказать, здесь на рукоятке находится индикация три белых лампочки и зеленые. Это то, что стабилизатор заряжен, с ним все нормально. И, по сути, как бы все. Остальное идет через приложение. Из-за того, что на BlackBerry у меня никогда не было установлено приложение DJI, сейчас я не знаю, получится или нет. Я скачал DJI GO 4, то есть, это уже четвертого поколения. Но, к сожалению, оно не хочет запускаться, как я вижу. И, кстати, да, то есть, вы выключаете и сразу, то есть, телефон вот так вот у вас повисает. Сейчас посмотрим, что можно с этим сделать. Сейчас глянем. Итак, друзья, к сожалению, на BlackBerry установить не получилось уже из-за тех проблем, про которые я вам рассказал. То есть, только что у меня здесь есть DJI GO 4, оно не подошло. И сейчас я вам покажу, как это делается на iPhone. То есть, у меня iPhone 11 Pro Max, то есть, не последняя версия, и у меня уже было установлено это приложение в свое время, поэтому сильно проблем не было. Вот оно, вот так вот выглядит. Вот так выглядит DJI GO, просто DJI GO. Вы в него входите. Дальше здесь есть куча вариантов. Там коптеры вы хотите, не знаю, фантом, не фантом. Вы идете до конца, идете до стабилизатора. Вам нужно, во-первых, в нем зарегистрироваться в этом приложении, то есть, создать свой аккаунт. Это, естественно, ваша электронная почта. И придумать какой-то пароль. Дальше что вы делаете? Вы стабилизируете. Ну, как я уже рассказал. Оп, автоматически все происходит. И дальше, если у вас девайс уже подключен, если как он у меня уже подключен, то просто называйте Connect Your Device. Он высвечивается, это устройство вот это высвечивается. Вы нажимаете Connect. Происходит подключение, и таким образом, видите, вы переключаетесь уже в камеру непосредственно приложения DJI. Здесь у вас огромное количество возможностей, как снимать фотографии, так и снимать видео. То есть, можно вот так вот. И что из удобного, допустим, здесь огромное количество разных вариантов, как вы хотите снимать slow motion, варианты вывода на экран, как вы хотите. Ну, не выводы на экран, картинки. То есть, качество какое. Короче, все, что вы хотите, здесь можно настроить для тебя. Также здесь видно 4% у меня сейчас зарядки на телефоне, и 57% еще заряжен вот этот замечательный гаджет. Что понравилось? Понравилось то, что, во-первых, здесь можно установить слежку за объектом. Вот здесь снизу такая желтая, как мишень. Вы нажимаете, переключаете на зеленую. И, допустим, вот я сейчас выставляю цветок. Вот, он его зафиксировал, он его поймал. И как бы я теперь, если вы заметите, стабилизатором не буду водить, он следит за этим цветком. То есть, я могу поднимать выше, опускать ниже, поворачивать вправо-влево. То есть, он обеспечивает вот такую вот слежку. Это действительно удобно. И, в принципе, так же, я говорю, можно, ну, если вы выходите отсюда управлять спокойно. И вот оно как раз приближение. Zoom почему-то не работает. Из-за износа упортит. Сейчас проверим еще раз. Tracking mode. Что-то ему не нравится. Короче, что-то ему не нравится. Почему-то Zoom у меня, да, в последнее время не хочет, но это уже работало. А, вот, все, Zoom, вот, победили. Оп. И вот так вот. Для того, чтобы начать видео, когда начинаете снимать, то есть, на стабилизаторе начинает мигать уже красным цветом, не зеленым. И я говорю, съемка, это вот кнопка с такой красной точкой. То есть, вот вы можете вот так вот записать видео. Дальше, я, у меня был вопрос, то есть, как бы, куда эти видео сохраняются? Автоматически в галерею или нет? Как оказалось, нет, ни разу не в галерею. То есть, та же приложение DJI, и здесь у вас есть ваши фото, и есть ваши видео. То есть, что вы здесь учили? Вот то, что мы наснимали сейчас. Для того, чтобы начать видео, когда начинаете снимать, то есть, на стабилизаторе начинает мигать, уже красным цветом, не зеленым. Все, и отсюда, уже непосредственно из-за этого приложения, вы можете сохранить одной кнопкой это все в галерею. Вот, также в приложении настраивайте качество камеры, ну, которые у вас поддерживают, там, хотите 4К, чтобы снимало, хотите, там, 1080, короче, как вы хотите. Вот. Короче, вот так, вот такой вот стабилизатор будет нам помогать, и хотелось бы, да, еще раз сказать спасибо родителям, потому что его нам подарили, потому что с ним гораздо будет проще работа моего оператора, и видео будут получаться гораздо качественнее. Вот так вот. Итак, со стабилизатором вроде как разобрались. Второй гаджет на сегодня это свет. И свет нам решил подарить мой дедушка, между прочим, который долгое время тоже работал в кино, и имеет огромный опыт, как в съемках, поэтому хотелось бы выразить ему огромную благодарность от меня, от команды тоже за то, что решил поучаствовать и, так сказать, помочь нам приобрести свет. Итак, свет был заказан вот этот на Озоне, это самый простой, маленький, потому что нам не нужен был какой-то здоровый. Это самая обычная китайская фирма, ILIM, какая-то вот такая, выглядит, в принципе, все приятно, такой самый обычный картон, и что нам понравилось, во-первых, что он по размеру небольшой, а во-вторых, то, что, ну, как раз он нам подходит и по характеристикам. Что здесь в комплекте? Вот комплект выглядит вот так. Селика гель, это очень хорошо, спасибо ребятам. Потом, инструкция, инструкция, как им пользоваться, и, к сожалению, к сожалению, инструкции на русском нету, есть максимум на английском, где написано, что это warning, что, ну, короче, все рассказывается подробно, но на русском ее нету. Дальше идет вот такая бумажка, которая рассказывает о том, что мы здесь можем еще менять цвета. Но менять цвета не как там нажатием кнопки, а специальные вставочки, которые имеют разные цветы, будут помогать нам поменять цвета. Не знаю, как часто мы этим будем пользоваться, наверное, не часто, но это есть, и это как бы хорошо. Пусть оно лучше будет, мы не будем пользоваться, чем оно нам когда-нибудь пригодится, и этого просто не будет. Цвета здесь реализованы несколькими вариантами, то есть это синий, фиолетовый, зеленый, желтый, красный и темно-фиолетовый, то есть такой достаточно неплохой набор, такая вот палитрочка, которая позволит снимать тоже с комфортом. Дальше заряжается это все чудо от Type-C, что уже хорошо, то есть и стабик у меня будет от microUSB, а это от Type-C. И вот такое крепление на фотоаппараты, на штатив, это уже непосредственно для самого света. Итак, коробка не нужна, коробку убираем, теперь оставляем сам свет. Свет у нас такой, 107 на 64 на 16 мм, то есть, не, какой на 16, на 6 мм, достаточно очень-очень маленький, то есть он по размеру даже меньше, чем телефон. Как я уже сказал, он, во-первых, что плюс беспроводной, огромное количество было вариантов, но все были проводные, нам было важно, чтобы он был беспроводной. Также, что здесь у нас аккумулятор на 3100 мАч, использовать его как пауэрбанк, к сожалению, нельзя, но при этом, я думаю, 3100 ему достаточно будет, чтобы нормально работать, обеспечивать нам съемку, при условии, что нам больше 3-4 часов работы, сильно оно как бы не нужно. Здесь сбоку у нас вот такие вот две крутилочки, которые регулируют, одна будет температуру регулировать света, теплее, холоднее, вторая будет регулировать яркость, и он или офф. Итак, давайте же проверим. Вот мы включаем, он светит достаточно ярко, вы это можете видеть, и я кручу крутилочку с надписью DIM, плюс-минус, то есть это у нас будет крутилочка, которая отвечает за яркость, то есть вот он меньше, больше, и вторая крутилочка, которая у нас отвечает за холодный, чтобы был свет, или теплый. Мы, наверное, будем снимать, скорее всего, холодный, и вот где-то на средней яркости, потому что нам нужно снимать именно в салонах автомобилей сзади, то есть то, что мы вам говорили, багажник, задние сидения, и еще какие-нибудь вот такие моменты, которые плохо видно. Сверху у нас, когда мы включаем, загорается сразу индикатор, здесь таких 4, как на пауэрбанке, точечки красные, которые говорят о том, что свет заряжен на все 100%, и это хорошо. Дальше, зачем вот такая силиконовая штука здесь нужна? Ну, в первую очередь, она нужна для того, чтобы как раз сюда подставлять вот эти вот цветные штуки. Дальше вы сюда вставляете свет, уже непосредственно, и включаете, и получается вот такой зеленый приятный свет. И также все регулируется, то есть здесь вырезы есть, то есть теплее, холоднее, можно менять оттенок. И это, кстати, тоже хорошо, то есть вариантов очень много. По цене такой цвет вышел чуть больше 2000 рублей, если быть точным, 200 что ли, где-то так он стоил. И из всех, которые мы просмотрели, я говорю, это единственный был беспроводной, вот такой маленький. Либо были беспроводные очень большие, либо были вообще не беспроводные. Вот, например, красный. То есть он вот так вставляется. Единственное главное, чтобы он не провалился, потому что оно все проваливается очень сильно. То есть задача положить его так аккуратно под специальные вырезы внутри, чтобы оно не провалилось, и цвет вот так аккуратненько-аккуратненько лег именно на сам вот этот вот цветной, как он называется, на вот эту вот цветную, не картонку, а забыл, как материал называется, вот этот, честно говоря. Короче, вы меня поняли. Вот такой вот красный можно настроить. И как обычно, то есть краснее, ярче, достаточно, я говорю, очень много возможностей за такие неплохие деньги. Также здесь у нас получается крепление на фотоаппарат, потому что оно из серии устанавливается типа на такие фотоаппараты, как Canon, Nikon, то есть сверху для того, чтобы делать какое-то фото. Также подходит под GoPro, что тоже, кстати, приятно, но мы GoPro особо не юзаем. Вот как-то так. Друзья, сегодня у нас был такой обзор вот таких гаджетов, которые будут нам помогать дальше в съемке, и, честно говоря, эти гаджеты действительно очень упростят нам съемочный процесс, сделать его более приятным. Стабилизатор будет помогать нам снимать красиво под съемки автомобиля, для того, чтобы не тряслась картинка, чтобы было все красивенько, аккуратненько. Свет нам будет обеспечивать хорошую освещенность салона и хорошую освещенность просто тех мест, где мы будем снимать. Поэтому действительно с этими гаджетами наша работа гораздо приятнее, и также видео, которые будут радовать вас, будут гораздо, гораздо интереснее, качественнее, и вам будет приятнее их смотреть. Друзья, теперь пошел момент истины. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, и впереди много будет всего интересного. Всем хорошего настроения, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok